Сточные воды медных рудников Армении сбрасываются в реку Араз, но правительство Ирана закрывает на это глаза. Как сообщает медиа Асса, ссылка на YouTube-канал Азад Иран, об этом заявил глава иранского дома Шахт Мухаммед Резабах Роман в своем выступлении на конференции «Устойчивое развитие горнодобывающей промышленности» в Тегеране. Он отметил, что, отрицая данное явление, иранское правительство не только закрывает глаза на загрязнение реки Араз Армении и отравление ее радиоактивными отходами, но и отказывается признавать этот факт, который в течение долгого времени активно поднимается различными экспертами, экоактивистами и журналистами. Например, около месяца назад избранный депутат иранского парламента от города Герми Вилли Исмайли обратился к министру иностранных дел Ирана Гусейну Амиру Абдуллахьяну с вопросом о загрязнении реки Араз отходами мецоморской атомной электространции в Армении, но тот также категорически отверг этот факт. Позже председатель Организации по атомной энергии Ирана Мухаммед Ислами прокомментировал данный вопрос. По его словам, вода в реке регулярно проверяется, и причин для беспокойства нет. Эти заявления служат лишь для успокоения общественности, особенно людей, живущих на территории вдоль реки Араз, которые встревожены данной ситуацией, говорится в репортаже «Азад Иран». Ведь еще в конце 2022 года исследование Торгово-промышленной палаты Ирана доказало, что мецоморская АЭС загрязняет реку Араз. Многие годы фиксируются различные случаи загрязнения территории радиоактивными отходами со стороны Армении, что оказывает негативное воздействие на здоровье местного населения. В своем заявлении член Иранского общества гастроэнтерологии и гипотологии Аббас Яздамбот отметил, что рак желудка является наиболее распространенным заболеванием в провинции Ардебиль, а также в восточном и западном Азербайджане, говорится в репортаже YouTube-канала «Азад Иран».